Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео, я так знаете расположилась, а-ля еще чуть-чуть и лягу, у нас с вами будет видео разговорного формата. Никаких косметических продуктов в этот раз я показывать не буду, я просто вам буду рассказывать о проблемной коже, о том, как я боролась с ней, что у меня за последствия остались и вообще, как они убираются, выбираются ли они вообще. Да, вообще, вообще, понятно. И если вас интересует данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Начнем с того, что у меня уже был такого рода видеоролик, назывался он «По душам, что с моей кожей». И на самом деле он был снят два года назад, и все равно, несмотря на то, что есть огромное количество информации на моем канале по поводу моего лица и кожи, все равно поступают вопросы. Совсем недавно, может быть месяц назад, я опубликовала в Инстаграме, в историях у себя, поэтому если вы не подписаны на Инстаграм, обязательно подписывайтесь, с кожу, которая была у меня до того, как я начала ей активно заниматься, то есть в каком запущенном состоянии она у меня была и какая она у меня собственность сейчас. Многие сказали, девчонки, да-да-да, Алион, сними, потому что это очень-очень актуальная тема, что с рукавом, непонятно. Рукавчик-то еще вывернулся. Вот так вот. Потому что эта тема достаточно актуальна, и многим, я думаю, будет интересно и полезно послушать мой опыт. Начнем с маленькой предыстории. Я вас немножечко включу в свою историю кожи. Не так давно, лет в 14, это не так давно относительно, 12 лет назад, конечно. Мне, в общем, занесли инфекцию в кровь с помощью чистки, точнее из чистки, в общем, мне занесли в кровь инфекцию. Как это случилось? У меня никогда не было проблем с лицом, то есть у меня были какие-то мелкие черные точки, которые были внутренние, то есть их никак не вычистишь, только нужно обращаться к специалисту. Моя мама отвела меня к косметологу. На тот момент у нас косметологи занимались только чисткой лица. Больше ничего они, к сожалению, не умели. И тогда, на тот момент, я посетила, перед тем, как мне занесли вот эту всю бяку, я посетила этого же косметолога раза, наверное, 3, а то 4, плюс еще она мне делала дополнительные дырочки в ухе. То есть, ну, как бы внушала доверие. И тут мне исполняется 14 лет. 9 января я иду на чистку лица, а у меня родители, как бы у меня и бабушка с Украины приезжала, и родители мои отмечали мой день рождения. Я прихожу, такая, знаете, ну, не скажу, что радостная, не скажу, что грустная, но у моих родителей все внутри перевернулось, они потом об этом рассказали. Они сразу поняли, что что-то не то с моим лицом. Оно вот просто кишило, цвело и так далее, и тому подобное. Ну, тогда мы это все скинули на то, что как бы была чистка, было какое-то воздействие механическое, ну, то есть пройдет. Проходит, наверное, месяца два, и постепенно, постепенно у меня начинает лицо цвести. Цвести не в том плане, что просто прыщики, девчонки, нифига. Это были конкретные гнойники. А на тот момент я ходила в школу, конечно же, и я помню, я сидела на каком-то уроке, и просто облокотилась вот так вот рукой на лицо, вот так, точнее, лицо на руку облокотила, и просто вот так вот сделала, такое легкое движение руки, и у меня просто потек гной. Чтобы вы понимали, это было, ну, для ребенка это как минимум было неприятно. А плюс еще одноклассники так покосились на меня, постаралась как-то это убрать, но на самом деле сделала еще хуже. Вот это все кишило, 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 мы обращались ко всем. Почему вот мы сразу немножечко, мы ступили в этом плане, что сразу не подали в суд на эту женщину, которая мне занесла инфекцию в кровь, мы не поняли, понимаете? Тут как бы тут была ситуация немножечко растерянности, мы не понимали, что делать. На тот момент мама начала скупать всякие разные линейки по уходу за проблемной кожей, и это вот самая первая, самая главная ошибка в борьбе с проблемной кожей. Никогда не заниматься самолечением, но мы к этому вернемся. Ничего абсолютно не помогало, от самых дешевых до самых дорогих, и на тот момент и виши я брала, ну, точнее, мама мне покупала и все остальное, в общем, чего только не было. Проходит пару лет моей такой, скажем, закомплексованной жизни, потому что это было ужасно, особенно когда все вокруг на тебя косятся, ты вроде бы как не чувствуешь себя красивой, ты как-то себя ногами начинаешь бить, понимаете? То есть, гнобить себя, вот по-другому не скажешь. В зеркале я себе не нравилась на тот момент. И как раз-таки мы ехали в маршрутке, я не помню, куда мы ехали, я носила вот так челку у меня была, и отсюда я рассказывала. И отсюда у меня вот такая лесенка шла волос, чтобы у меня были одни глаза видно, нос и губы, чтобы это было вот так вот. И мы ехали, заходит мужчина-женщина лет 50, может быть, даже чуть постарше. Мужчина просто всю дорогу, а ехал он минут 5-7, он просто не сводил с меня глаз. А мне как бы это, знаете, ну, мне как-то было неудобно, что он на меня смотрит, понимаете? Такое было внутри меня ощущение, что он на меня смотрит. Непонятно. Думаю, аферист какой-то, чешо. В итоге он, когда выходит на свои остановки, он протягивает моей маме визитку и говорит, вот тут вам помогут. Моя мама так посмотрела, я говорю, мам, ну это по-любому или шарлатан, или мошенник, или что-то вот в этом роде. Она говорит, заткнись. В итоге она позвонила этому врачу, я к нему пришла буквально на днях, там 2-3 дня прошло, я пришла к нему на консультацию с утра, это центр переливания крови. Кто живет в Волгограде, тот поймет, про что я говорю. Я пришла к нему, он отвел меня в лабораторию, я там сдала анализы, конкретно я сдала кровь. И не помню еще, что я сдавала. По-моему, у меня что-то взяли с вот этого гнойничка, вот с этой гной, как бы на анализ. Я так не помню точно, но, по-моему, это было. И в итоге он мне говорит о том, что результаты будут через 2 дня. Через день, не через 2, не помню. В итоге он, мы приезжаем, он говорит, Алена Юрьевна, там, Светлана Сергеевна, у вашей дочки стафилококк в крови. Нужно делать чистку крови, переливание. Только так вы сможете начать, с чего-то начать. Мы поняли, откуда идет у нас очаг воспаления. Вы должны это сразу учитывать, если у вас проблемная кожа. Неважно, молоденькая ли вы, постарше девочка, или ваши детки страдают проблемной кожей, вот конкретно проблемной кожей с гнойниками, девчонки, даже просто с прыщиками. В первый момент, первое основное, что вы должны сделать, это найти очаг. Не найдете очаг, ничего вам не поможет, и вы просто тупо потеряете время. Мы нашли очаг изнутри, и в процентов 80, вот идет он изнутри, это я вам точно говорю. И это, как оказалось, это кровь, в общем. И он сказал, каждый полгода мне нужно будет ездить по 2 недели, каждый полгода, в течение 3 лет, мне нужно ездить, чистить кровь. И тогда постепенно, постепенно, это все не сразу, вы придете к чему-то, в том плане, что вы можете уже подключать, будете косметологию, как-то бороться с проблемами на коже. А еще у меня вдобавок, кстати, когда у меня был стафилококк, у меня очень-очень много было прыщиков на спине, на плечах, это был капец, девчонки, у меня так сильно закупоривались поры. Я даже вспоминать этот период не хочу, но благодаря этому периоду все равно я стала немножечко сильнее, у меня больший процент сострадания к людям, чем у других людей, которые ничего в жизни такого не испытывали. Ну, в общем, вы меня понимаете. И все, я начала лечение, а как оно проходит? Вы приходите, ложитесь на кровать, в больницу в основном, вам, у вас берут кровь, и затем эту кровь через ультрафиолет отпускают, и обратно вам загоняют. Такой вот, такой процесс чистки крови. И, как бы, у меня попался косметолог, у меня на моем веку, вот за все 12 лет, сколько я борюсь с проблемной кожей, косметологов, аферистов было достаточное количество, чтобы вы понимали. Поэтому второй момент, обязательно, если выбираете косметолога или дерматолога, проверенный, квалифицированный мастер с хорошими отзывами должен вам оказывать все необходимые услуги. Одна была, там, чуть ли не знаете, лечила меня бодягой. То есть, действительно, она мне делала чистку лица, затем наносила бодягу, я с этой бодягой ехала домой, то есть, она мне не разрешала ее смывать, я ехала домой, представляете, мало того, ребенок в гнаниках весь, закомплексованный, плюс еще бодяга на этом лице, и ты едешь домой в маршрутке, чтобы вы понимали. Ну, где-то сколько, километров 5-7 я проезжала на маршрутке, то есть, ну, как бы, остановок 6, где-то так. Ну, так нормально, знаете, комплексом еще бодяга, это так фигня. И, как раз таки, у той девочки, которая мне вот эту бодягу вносила, женщина, была мама, она умерла, к сожалению, но она была очень такой пожилой, ей было за 90 лет на тот момент, за 90 лет, и она была настолько боевой, она любила, знаете, вот это вот дело, но она такая, вот прям вот смотрит на тебя, правду все фигачит, и все вот, правда сбывается, то, что она скажет. И она говорит мне, «Деточка, не ходи сюда, они тебе не помогут». И я такая думаю, первая моя мысль, думаю, да в натуре не помогут. А, кстати говоря, я намного ссылалась, что у нее там маразм, или еще что-то, уже женщина была в годах, но потом и мама говорит, «Да нифига, правильно она говорила, что тебе не поможет это, народная медицина». Ну, вообще, как-то так. В итоге, я потом обратилась на Пархоменко, это тоже у нас там есть клиника, которая именно занимается дерматологией, которая занимается именно кожей. Там мне тоже, как бы, делали чистки, пилинги, все такое. Но все постепенно помогло. Хочу сказать, да, как только ты начал лечить проблему изнутри, снаружи все манипуляции начинают работать, действительно начинают работать, в плюс, а не просто так, знаете, вы что-то мажете, то ли что-то произошло, то ли просто почесалось, понимаете. И, и, когда, когда, когда вот у меня начались уже такие шрамы глубокие, это было мне, сколько я, подождите, сейчас скажу, сколько мне было лет. В общем, в 14 лет это началось, а лет в 17 уже появились шрамы, прям рубцы конкретные. И тогда мне делали какие-то пилинги в этом же, на Пархоменко, там же мне эти делали пилинги, но они мне помогают, понимаете, хоть ты ТСА, хоть ты ШМСА делаешь, но вот просто кожа слазит, а толку, о, вот ноль. И тогда я решаюсь на лазерную шлифовку. Обращаюсь к клинику Изабелла, и, ну, как бы, мне попался врач Марсел Антири, я его до сих пор вспоминаю, не добрым словом далеко, ну, как бы, у меня уже нет к нему столько ненависти, сколько было поначалу. В общем, он такой достаточно грубый врач, он когда на меня в первую очередь посмотрел, он мне обещал, мне давал 100% гарантию на консультации, что после лазерной шлифовки мои щеки станут как лоб, а лоб станет как нос, то есть настолько будет выровнена кожа. Но в итоге наступил день Икс, мы сдали анализы, за шлифовку мы отдали тоже немаленькие деньги на тот момент, и за анализы тоже плюсом, там, что-то в районе 6-7 тысяч, а шлифовка 1050 стоила, девчонки. И что вы думаете, мои родители были готовы на все, чтобы ребенку дать нормальную кожу, понимаете, нормальное восприятие себя, любовь к себе, наконец-таки, чтобы появилось, чтобы я нравилась себе в отражении в своем зеркале. И дальше, девчонки, дальше история такая, что наступает день Икс, и я помню, с каким, ну, я бы не сказала бы, чтобы отвращение, но он просто как бы изначально отнесся ко мне по-скотски, вы понимаете, мало того, пациент-врач, как бы отношения не очень, плюс еще заплатишь деньги, вроде бы как тебе должны за деньги хорошо относиться, по логике вещей. Меня, в общем, нанесли анестезию, замораживаю еще какую-то маску, я с ней сидела очень долго, минут 40, то есть еще открыли окна, а там, знаете, вот панорамные окна, от сих до сих, и ты сидишь, как на улице, как будто люди проходят, на тебя смотрят, а ты вот на этой кушетке с обмотанной полиэтиленом кожей, ну, лицом, я имею в виду, с одним носом, и ртом. И, очень долго это все было, минут 40, со мной приехала мама, она все это время ждала, затем он меня направил умываться, убирать всю косметику, хотя я была без косметики, но у меня засталось все это убрать дело, и потом я отправилась на фотографию, меня сфотографировали, как было до, и уже непосредственно потом я переместилась в операционную, в операционной мне обкололи лицо, лидокаином, то есть вот здесь, 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 поставили эти уколы, но, к сожалению, укол у меня не подействовал, абсолютно не подействовал анестезия, а к тому времени уже лидокаин постепенно сошел на нет, то есть уже как бы анестезии-то и нет, на живую все делают, а у него, знаете, такой лазер был-то на тот момент, да потопный какой-то, знаете, такое ощущение, что ружье он мне к лицу приставил, и когда я легла, я почувствовала эту боль, когда это все началось, а боль, чтобы вы понимали, такое ощущение, что вам к лицу прислоняет раскаленный утюг, и держат, вот чтобы вы понимали, что такое вот лазерная шлифовка на тот момент была, сейчас я знаю, что технологии пошли много со временем, сейчас намного все лучше, и безболезненнее, но мы и говорим о моем личном опыте, и что вы думаете, я начала рыдать, естественно, мне больно, и вы знаете, на тот момент, сейчас, это просто, знаете, как бы, знаете, знаете, заладило, просто я волнуюсь, и у меня сейчас эмоции, вот эта вот слеза подступает мне вот сюда, сейчас, села, чтобы порыдать, на тот момент, мне уже ничего не хотелось, я хотела встать, да уйти, ну, как бы, если очень сильно больно, естественно, потекли слезы, и он мне сказал такую фразу, заткнись, не ной, то есть, ну, как бы, слезы же попадают, это же соль, попадает на ранки, и это плохо, мне медсестра все это вытирала, когда шлифовка закончилась, а длилась она минут 30, 40 моих мучительных, вот этих вот всех, это каторга, серьезно, на тот момент, когда он ушел, медсестра подбежала ко мне, очень хорошая девочка была, я искренне желаю, надеюсь, что у нее сейчас очень-очень все хорошо в ее карьере, потому что действительно, человек искренний, и очень-очень добрый, таких врачей сейчас именно мало, и она мне и лед приложила, то есть, она там, успокойся, все, я тебе сейчас чай сделаю, там, вот такая она была, была и есть, вот, и все, я встала, вышла, поехала домой, было очень тяжело, реабилитация у меня была в две недели, мне дали больничный, но было достаточно тяжело, потому что все вот эти раны, они, как они назывались, когда, вы знаете, сукровица выходит, я забыла, как это слово называется, ну, когда сукровица выделяется, и, в общем, нельзя спать ни на боку никак, а ты спишь только вот так вот, а так я, если честно, храплю, понимаете, да, то есть, ну, как бы, на спине я не могу спать, я привыкла спать вот так вот, на спине я не люблю, во-первых, во-вторых, вы сами понимаете, какой у меня минус, вы теперь обо мне знаете все, и даже больше, и все, как бы, реабилитация прошла, вот эти корки, потом эти корки шелушились, у меня вся квартира была в шелушне, то есть, это все постоянно мылось, но все отшелушилось, и то какое, у меня ничего вообще не произошло, я приехала на консультацию, сказала, что верни мне деньги, потому что ничего не помогло, но даже медсестры, которые на ресепшене сидели, они такие, правда, ничего не произошло, но он мне вернул деньги, в общем, все это я забыла, как страшный сон, и я зареклась, что я никогда больше не лягу на операционный стол, из-за кожи, потому что на тот момент у меня уже более-менее все хорошо стало с ней, и как бы, только уход, и ничего большего я не хотела с собой делать, и тогда я делала еще такие пилинги, типа ТСА, круглогодично, ну, не круглогодично, а ежегодно, вот так, ну, от ТСА я поняла, что толков как-то не очень, и что, я начала заниматься сама своей кожей, я поняла, что мне нужно подкорректировать питание, потому что, если я начинаю, например, пить пиво с чипсами, я просто так чипсы, понимаете, не ем, если я пью пиво с чипсами, будь готова, тут пару друзей мы найдем, но опять же, если повезет, то не будет, то один друг выскочит, если ты плохо очистила кожу, та же самая штука, если ты что-то съел, или злоупотребил чем-то, там, алкоголем злоупотребил, бывает такое, особенно каким-то подкрашенным, типа шампанского, еще что-то такое, не очень натуральное, потом, если ты переел сладкого, если ты переел острого, это все, как бы, сразу на коже отражается, но опять же, с возрастом я поняла, что как бы, прошло уже сколько, 12 лет, и где-то с 23 лет, у меня стало меньше кожи, на это все реагировать, но она больше реагирует на уход, какие основные этапы ухода, должны присутствовать, у людей с проблемной кожей, и вообще с любой абсолютно кожей, очищение, тонизирование, увлажнение, не важно, жирная, сухая, поврежденная, я все про волосы, девчонки, сухая, склонная к сухости, нормально, не важно, самое главное, очищение, тонизирование, увлажнение, все, три основных правила, очищать кожу, которая жирная, склонная к высыпаниям, нужно намного, намного тщательнее, чем сухую, в основном, это все очищение, проходит в несколько этапов, мицеллярная вода, пенка для умывания, и дальше, вы еще можете сделать, какую-нибудь скатку, но это не на каждый день, но все равно, как бы, очищение требует того, что каждый раз, отшелушивать, убирать эти омертвевшие клетки, которые, не дают нам, всем вот этим вот кремом, сывороткам, которые мы используем, не дают нормально работать и проникать намного глубже, насколько это возможно для сывороток, и вот тогда у меня было очень много ошибок в уходе, в том плане, что я могла не пользоваться масками, не пользоваться еще чем-то, ну, знаете, кремом помазала, умылась мылом, кремом помазала, окей, это плохо, умываться мылом вообще нельзя, и моя бабушка, когда умывалась мылом, у нее вообще кожа была как подошва, потом только мы ей сказали, вот это, вот это, вот это надо делать, она не отмыла, знаете, как в старину мыло, хозяйственное на лицо, нормально будет, ничего, все пройдет, и какие я советы могу, в принципе, дать людям, которые столкнулись с такой проблемой, в первых, не паникуйте, не нервничайте, нервы, это в первую очередь, я, кстати, по возможности буду вам в течение ролика вставлять свои фотографии, которые были у меня, хотя я вообще не любила фотографироваться, это жуткий комплекс, чтобы я там нафотографировалась, где у меня все это видно, а это было видно невооруженным взглядом, первое, я сказала, да, не волнуйтесь, волнение, оно еще хуже сделает вашей кожи, тем более, это очень влияет на психику, ну, посажите на меня, псих одиночка и точка, второй момент, найди причину того, почему у тебя возникают прыщи, если ты обследовалась, у тебя, ты пошла к эндокринологу, сдала гормоны, все ок, ты пошла к гастроэнтерологу, то есть посмотрела желудок, да, гастроэнтерологи, по-моему, да, занимаются этим, если я не ошибаюсь, посмотрела желудок, это тоже важно, потому что мы то, что мы едим, и третий основной этап, это пересмотреть свой уход за кожей, нашла причину, действуй, и самое главное, никогда не забивать болт на все это дело, то есть обязательно использовать маски, обязательно использовать уход, вот понимаете, на данный период времени, у меня уже ничего ты не сделаешь с кожей, вот я даже могу вот так вот подойти, вот смотрите, видите, да, вот здесь у меня шрамы, это самая такая, это поглажа щека, но все равно вот это вот самая такая, вот видите, да, но камера еще блюрит, на айфоне это все больше видно, чем на камере, я уже смирилась, честно, мне, я уже очень-очень много хотела всего сделать со своей кожей, чтобы добиться гладкости, но, пойдя к пластическому хирургу, я ходила к пластическому хирургу, он об этом рассказывала, когда я к нему пришла на прием, он такой смотрит на меня, что пришла? Я такая, в смысле, вы что не видите? Он такой, что? Я такая, у меня кожа неровная, нет, ну понимаете, он настолько, он не понял вообще суть проблемы, говорит, ты что? Говорит, я не могу тебе ничего предложить из пластической хирургии, максимум это отрезать кожу, сляшки, перешить сюда, все, сляшки из какого-то другого места, более гладкого, или второй вариант, шлифовка под общим наркозом, такая, что прям в стационаре надо будет еще полежать, но я отказалась от этого, хотя сначала я согласилась на шлифовку, которая под общим наркозом, потом я отказалась, я не знаю, мне не дают никто стопроцентной гарантии, что это сработает, и, ну как бы, нет той проблемы, которую я себе накрутила, самое главное, ухаживать за своей кожей, потому что вот эти все рубцы, это по типу шрамов, то есть, это залом, кожный залом, и если его увлажнить, он будет чуть-чуть глаже, менее заметнее, если кожа сияет изнутри, она ухоженная, она пышет здоровьем, и это намного меньше заметно, чем я думаю, понимаете, это как бы у меня уже в голове такой бзик, но опять же, уже года два уже спокойно на все реагирую, еще один момент, еще один момент, в том, как ты будешь преподносить, к примеру, у меня есть знакомый мой, я с ним познакомилась в Краснодаре, и он такой, знаете, высокий, мальчишка красивый, статный, то есть, знаете, так одевается хорошо, и у него на лице на самом деле капец полный творится, у него шрамы очень-очень ярко выражены, настолько ярко выражены, что они распространены по всему лицу, плюс еще у него пятна от окне, плюс еще у него воспаление есть, и понимаете, он своим обаянием делает так, своим обаянием и любовью к себе, и восприятию себя такой, какой ты есть, так делать, что никто этого не замечает, вот абсолютно, кто с ним общался, я не заметила, ну, как бы я увидела, но я никогда не скажу это человеку, потому что я сама с этим сталкивалась, мне вот эти вот лишние вопросы, нафиг были не нужны, и так же и ему, я, наоборот, с ним общалась, он был безумно интересный человек, был и есть, очень хороший, безумно интересный человек, мы с ним ха-ха-хи-хи, то есть настолько он эрудированный, он очень хорошо знает историю, то есть, ну, вот знаете, интеллектом своим он покорил, и я с ним, кстати, разговаривала, он увидел у меня вот это вот, и он такой, а у тебя что случилось? Я говорю, так-то, так-то, я говорю, а у тебя? Он такой, вот это, вот это произошло, в общем, он служил в армии, и я не поняла, вот суть истории, что он служил в армии, умывался мылом, как-то произошло, что у него пошли воспаления, не знаю, может быть, опять же, какие-то, у него были другие факторы возникновения вот этого всего, и еще какой момент, какой уход, я для себя поняла, что он мне больше всего подходит, у меня сейчас в арсенале только уход на основе кислот, кислот, в основном, 90% моего ухода, это кислоты, кислоты я делаю, кислотные пилинги я делаю два, раз, два, раз или два в неделю, это первый момент, второй момент, я использую на постоянной основе кислотные тоники, потом я использую кислотные какие-то умывалки, но не всегда, в основном у меня какие-то деликатные, кислотные у меня на вечер всегда, ну, с витамином С, вот это самое такое вот, актуальное для жирной проблемной кожи, и, И санскрин еще, девчонки, если используете кислоты, даже вот сейчас, в летний период времени, лучше использовать санскрин, не лучше, а нужно использовать санскрин, независимо от того лета, зима, осень, весна, я вам об этом уже рассказывала. Все подбирать нужно под свой тип кожи. В принципе, если вы не соображаете ничего, вы не понимаете свою кожу, как я ее понимаю, я вижу, ага, вот это хорошо сработало, ага, вот это уложнило, ага, вот это вот как-то, я не знаю, восстановило. Если вы не соображаете, лучше обратиться к специалисту, который вам действительно порекомендует какие-то хорошие, очень уходовые средства, которые действительно будут работать. В основном они рекомендуют какой-то аптечный сегмент, это урияж, виши, еще что-то вот такое вот из аптеки. По поводу меня, что еще хотела сказать? Увлажнение, девчонки, про это тоже не нужно забывать. Я про это уже рассказала в этом видео, но еще раз повторю. Увлажнение должно быть. Оно должно быть в основном, если вы делаете маски утром, утром мы делаем увлажнение, вечером мы очищение делаем и питание. Вот по такому принципу мне очень-очень сильно нравится потом итог на своей коже. Она такая блестящая, сияющая, благодаря кислот еще. Также альгинатные маски. Вот для девочек, у которых уже шрамы или же уже воспалений фактически нет, есть альгинатные маски. Вот N-Skin, это мой самый-самый любимый бренд альгинатных масок. У них в линейке есть, это абсолютно, кстати, не реклама. У них в линейке есть альгинатные маски для проблемной кожи, вот такая вещь. Потом альгинатные маски с алой противоспалительной, тоже вот такая вещь. Дальше с коллагеном обалденная маска и еще какая-то была у них, я не помню, арома есть, еще что-то. Ну, в общем, всякая разная жена, любой тип кожи. И вот как раз-таки альгинатные маски тоже необходимо делать для того, чтобы выравнивать постепенно рельеф кожи. Да и в принципе антивозрастной эффект никто не отменял. По крайней мере мне это очень актуально. Еще что, еще что, массаж, девчонки. Если есть возможность походить на ручной массаж, если вы уже справились с воспалением, потому что нужно иметь в виду, что когда вы воспаление приглушите, все равно вам нужно будет работать над рельефом, над тонусом кожи. Все равно вы использовали, когда вы начали лечить кожу, более агрессивные средства, направленные на подсушивание прыщиков, и из-за этого тоже кожа страдает. Массаж не рекомендуется делать никакой, ни ручной, ни роликовый, никакой абсолютно, если у вас есть ярко выраженные воспаления на коже. Если у вас воспаления нет, то пожалуйста. Массаж может быть абсолютно любой. Вы можете использовать, вот я микро... Ой, как они? Микроиглы? Забыла, забыла. Дермообразия? Как она называется, девчонки, напомните. В общем, мезо, 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 да. Мезо ролик я обожаю, но я его делаю тогда, когда у меня нет воспаления, никаких абсолютно на коже. Мезо я обожаю, делаю это сама. Просто можно заказать ролик на том же самом Алиэкспресс, или еще какой-то сайт такой китайской, всякой разной штуки. Мне нравится ролик от Фаберлик, также можно заказать на Алиэкспресс, такой вот подтягиваешь. Просто делать там, нанести сыворотку раз-раз-раз, распределить, и все будет хорошо. Самое главное, девчонки, из того... Из моего рассказа, я думаю, вы вынесли для себя самые главные основные правила для того, чтобы начать бороться с проблемной кожей, если она у вас проблемная. Это, во-первых, понять тип вашей кожи, во-вторых, понять причину, в-третьих, обратиться к специалисту, и в-четвертых, подобрать для себя правильное, грамотное лечение вашей проблемы, и не забивать на уход. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Ну, а я, в свою очередь, уже приняла свою кожу такой, какая она есть. Да, есть куча всяких разных методов, уколы, еще что-то, но я не хочу рисковать, потому что это все может вылиться в не очень, не хорошие последствия. Ну, вот и все, мои куколки. Вот такой мой был рассказ о проблемной коже. Я не показывала вам никаких-либо, никаких-либо средств, потому что у каждого свой метод лечения, у каждого свой уход за кожей. У нас кожа у всех абсолютно разная. Ну, в принципе, если у вас есть желание, у меня есть всякие разные видеоролики, там, крутая бюджетная косметика, просто бюджетная косметика. Во глобах я вам показываю, рассказываю о тех продуктах, которые подходят мне, которые мне нравятся, и что-то они делают с моей кожей. На этом... Блин, извиняюсь. Но на этом я с вами прощаюсь. Я вас всех очень сильно люблю. И до скорой встречи. Целую в плечи. Я думаю, вы поняли. Это окончание новое. Целую в плечи.